По поводу вопросов. Спикерам можно и нужно задавать вопросы. Есть чатик, который перед нами. Можно писать в чатик вопросы в любое время. После доклада обязательно зачитаю вопросы, обязательно на них ответим. Ну и традиционно можно задавать вопросы в конце доклада голосом. У всех есть возможность включить микрофон, включить камеру и вообще чувствовать себя свободно, прекрасно. У нас право голоса есть у всех. Ну, предлагаю начинать. Уверена, что все удобно устроились, налили себе любимый напиток, каким бы он ни был. Сейчас передаю слово Васе, Мише, вам. У нас двойной доклад, парный доклад. Привет, круто. Привет. Васе, шарь. Тут просят первый тост, да, Денис Вербист. Короче, ребят. Залюр сервер. Да, залюр сервер. Денис, мы только что скучились по офису. Да, я желаю нам всем удачи, и нам с Миха, и Егору, безусловно. Так, друзья, я шарю экран, и мы начинаем. Демонстрация экрана, совместное использование. Так, Таня, Вась, меня слышно? Слышно. Да, тебя слышно. Всем видно, друзья? Все окей? Миш, тебя не видно, у тебя видео есть. Я не знаю, нужно, давай. Анна, видно, да. Так, хорошо. Смотрите, давайте пока до начала немножко пару таких вопросов организационных. Если у нас во время выступления у кого-либо появится вопрос, напишите его, пожалуйста, в Zoom-чат. Мы его обязательно разберем и ответим в конце нашего доклада. Во-вторых, пожалуйста, включите звук, чтобы нам всем было комфортно. И закрепите, не забудьте у себя видео Василия Бетухова. У нас презентация одна на двоих. Чтобы видео не перескакивало на меня, пожалуйста, делайте так, нажмите три точечки и сделайте закрепить видео. Давайте начнем тогда. Сегодня мы хотели в нашем докладе рассказать про то, как мы у себя в пропеллере внедряли такой инструмент, как алюбс-сервер. Собственно, зачем мы это делали, почему мы ушли от предыдущей тест-менеджерной системы, какие фичи мы себе настроили, интеграции, и зачем мы это делали, какие подводные камни, и что мы вообще получили в итоге. Но сперва давайте представимся немножко. Меня зовут Михаил Сидельников, я в IT более 13 лет. Начинали мы, собственно, с Васей, примерно, вместе в Мотороле. Я-то термобильный телефон, а Васей-то с другими занимался. Последние много лет уже я что только не делаю и чем только не занимаюсь. Но в основном это все связано с акцентизацией, пропеллеры, где мы, собственно, с Васей строим команду, строим давно. Я занимаюсь архитектурными вопросами, наверное, более внедрением инструментов, в том числе как раз алюбс-сервер, про которые мы сегодня будем рассказывать. Ну, теперь немножко про Васю. Так, друзья, для тех, кто меня не знает, я Василий Петухов. В Куа я очень давно, уже более 16 лет. Собственно, где-то последние 8, получается, да, выстраиваю успешный отдел тестирования. Собственно, Миша правильно сказал, мы с Мишей очень давно знакомы. И вместе строим сейчас, сколько уже, 3,5 года, значит, кое-отдел в пропеллер-эдс. Собственно, я всегда за прозрачность. Подписывайтесь на мой инстаграм, друзья. Всем урок. В инстаграме бланалорд, значит, собственно, весело, задорно, что говорится. Друзья, о чем мы сегодня поговорим? Давайте я представлю агенду небольшую. Итак, что же все-таки случилось с нами, с пропеллер-эдс, с нашими процессами? Почему всем известный и любимый нами всеми тест-трейл перестал нам подходить? Собственно, появление Allure-сервера, как это произошло и как он нас спас? Некоторые фичи Allure-сервера, которые сделали нашу жизнь круче, так сказать, и краше. Плюс поговорим о некоторых настройках, плюсах, минусах, сравнениях, разных инструментах. И так далее. Ну что, поехали? Итак, жили мы, не тужили, как говорится, в пропеллер-эдс. Немножечко в начале нашего доклада чуть-чуть представлю информацию о нашей компании, чтобы было понимание, где мы что внедряем, что мы делаем и, главное, зачем. Собственно, у нас в пропеллере 7 команд разработки. Куэй есть в каждой команде. Куэй строгий, мощный, способный решить разные проблемы. Собственно, у нас все по аджайлу, спринты, все атрибуты аджайла и так далее. Спринты есть двухнедельные, есть однонедельные, в зависимости от команды. Ну и мы, как отдел Куэй, как общий отдел Куэй, скажем так, а не отдельно в команде, пытаемся, собственно, успеть с разработкой, тестим, пишем кейсы, заводим баги и так далее. Я думаю, мне не стоит подробно об этом рассказывать, все и так это понимают. Собственно, жили мы когда-то, не тужились, тест-трейл. Всем известный тул, собственно, как его можно не любить. И в дневнике в свое время мы его внедряли. В пропеллере – изумительный инструмент, позволяющий сделать крутую кастомизацию и так далее. Но в один прекрасный момент наша, так сказать, совместная жизнь дала все-таки трещину. И, друзья, сейчас мы выясним, а что же произошло, что в нашей жизни с тест-трейлом что-то случилось. Как вы видите на этом слайде, произошел какой-то рост. Как вы думаете, какой? Да, рост команды, рост ручных тест-кейсов, пока все хорошо. Рост тестовых прогонов, безусловно. Рост автоматизации на Java, для UI, для бэка, вообще для всего. Рост релизов, требующих крутого CI-CD. Собственно, и как же это могло повлиять на тот безукоризмный инструмент тест-трейл на самом-то деле. Но, друзья, на самом деле, реально стало очень сложно писать кейсы сперва на бэк в рейле, потом пускать их на автоматизацию. И, если честно, сил в определенный момент у нас просто-напросто не осталось, потому что все это поддерживать было очень сложно. А так как рост действительно был экспонентный, релизов было очень много, да и, к слову, сейчас у нас где-то 25 релизов в день. Такие дела. Ну, собственно, как Вася сказал, тест-трейл сам он реально неудобен. Во-первых, нам хотелось каким-то образом автоматически загружать результаты в тест-менеджмент систему, чтобы это происходило быстро, без проблем, без различной интеграции. Также нам хотелось, как, наверное, и многим, иметь возможность запускать тесты прямо, возможно, из инструмента. В нашем случае в TeamCity запустить тесты, прогнать, чтобы результаты загрузились обратно, с тест-трейлом. Нам хотелось также прозрачной интеграции с Jira, чтобы мы всегда могли видеть статус наших задач, статус тестирования, каким образом это, собственно, что сейчас происходит с конкретной задачей. Ну, собственно, что мы делали? Начинали. Давайте начнем с того, как мы решали вопрос запуска тестов из тест-трейла. Наверное, многие, кто работал с тест-трейлом, знают о его такой, наверное, супер-фиче, это то, что можно кастомизировать страницы, тем самым встраивая в них различные JavaScript, кнопочки и так далее, и так далее. Собственно, мы взяли немножко JS, вот, собственно, есть пример прямо с сайта тест-трейла, каким образом это делается. Мы видим, что есть определенный формат, определенный набор полей, которые нужно делать, и, собственно, встраиваемся в нужную нам страничку, делаем определенные действия. Дальше, что нужно сделать? Ну, каким образом тест запустить? Мы сделали, собственно, сервер, на нем развернули, который, в свою очередь, собственно, дергал TeamCity API. Вот, тем самым мы достигли возможности запускать прямо с кнопочки на конкретной странице. Но получилось что? Получилась соляночка, но немножко за запашком, так сказать. Почему? Во-первых, JS, встраивание существующей страницы, все-таки это какая-то такая кастомизация UI самого от стрейла, и не всегда понятно, что произошло, как это работает. То есть это не прямо такое суперочевидное решение, суперочевидно, какие проблемы вдруг могут возникнуть. Затем, собственно, та штука, которая запускала, дергала TeamCity API, этот некоторый веб-сервер, нужно было его поддерживать. Там, тесты запускаются постоянно, много, утром, днем, вечером, ночью. Нужен мониторинг, поддержка и отказа устойчивости этого. Третье, взаимодействие с TeamCity API. Оно и так само по себе достаточно развесистое. Ну, плюс надо передавать кучу параметров, каким-то образом откуда-то их брать, как-то это сделать. Ну, собственно, это все не так просто оказалось. То, предположим, прошлый тест мы запустили. Что же дальше? Нам нужно загрузить результаты тестов обратно в TestRail. Тут нам на помощь пришел наш любимый G-Unit и немножко TestRail API. Что, собственно, мы делали? Мы создаем... Для того, чтобы загрузить результат, нужно создать руками в TestRail. Руками для автоматической загрузки. Расставляем ID. Указываем над нашим тестом, как это самописано на аннотации, указываем там ID-шничек. Пишем пару-тройку extensionов или rule. Собственно, нас достал этот TestRail на переходе от G-Unit 4 к 5, поэтому здесь, собственно, и есть extension и rule. Эти extension и rule вызывают там n-method TestRail API, создают прогоны, сохраняют результаты. В общем, это что? Что? Зачем столько всего делать, ради того, чтобы просто загрузить обычный результат Passed, failed или broken в TestRail. К чему это привело? Все, что мы выше описывал. То есть, новые проекты стали плохо интегрироваться, новых проектов у нас много, потому что у нас микросервисная архитектура. Сложно. Ну, здесь надо и создавать, и поддерживать. Поддержка старых кейсов и шагов по правилу в коде, по правилу в тест-трейле или обратно. Здесь актуальность начинает стремиться к нулю, и мы просто иногда забиваем, потому что, ну, и так сойдет. Все хорошо. Давай. У нас начинается небольшая депрессия. Вот это я думаю, что же нам делать. И, в принципе, думаем, что лезть ли дальше. И тут появляется никто иной, как Артем Ярошенко, многим вам, наверное, известный. Аллюр, Кометта и так далее, и так далее. В то время мы достаточно много обсуждали и наши метапы, и там, скилл-шаринги, и чемпионаты. В общем, и я ему рассказал как-то про TestRail. Он сказал, зачем нам TestRail, если есть уже Аллюр сервер. Мы его только что сделали. Он решит, там, собственно, все ваши проблемы, скорее всего. Дальше. Собственно, какие проблемы мы хотели решить? Первая и самая, наверное, такая основная, это, собственно, быстрая и удобная загрузка результатов. Собственно, без, там, SMS-регистрации, без использования API, без использования чего-либо, каких-то интеграций, какие-то просто загрузить. Затем, опять же, интеграция с ICD, TeamCity, можно запустить эти самые тесты. И та самая интеграция с Jira, хотим, чтобы все, весь статус был, мы видели тесты, прогоны, могли видеть Jira, чтобы понимать, опять же, прозрачность процесса нашего поднятия. И плотная, простая интеграция с кодом тестов. Тесты у нас автоматические, поэтому хотелось, чтобы можно было любые изменения, они быстро подхватывались, сразу было видно их и в коде, и в Allure Server. Собственно, начнем с самого простого, это загрузка результатов в тест-менеджмент-систему. Тут нужно знать одно. Если у вас есть Allure-отчет, значит, у вас есть результаты в Allure Server. Все, больше, как бы, ничего особенного не надо знать. Но есть одно небольшое замечание, так сказать, отойдем немножко в сторону, нужно не повторять наших ошибок. Есть такая штука, как политика оплода. При запуске тестов может произойти следующая ситуация. Сейчас наглядно продемонстрируем. Представьте, что у вас есть тест-кейс, написанный там manual.qa, вот он содержит description, precondition, сценарий, некоторые у него заполнены поля, ссылка на Jira, на нашу любимую, поле фича. Теперь мы запустили тест. Запустили, собственно, тесты, и что мы получили? Экранчик чуть-чуть стал меньше информации содержать. Согласитесь, собственно, куда делись description и precondition? Они были же, где поля issue, фича, и хорошо хоть остались саги. Посмотреть, собственно, можно и саги из автотеста, и то, что написал ручной manual.qa. Собственно, за это все отвечает та самая политика оплода. То есть можно выбрать, какие поля перетирать автоматически результатами автотеста, а какие не перетирать. Это делается просто зайдя в настройки, указав поля. Очень советую это сделать сразу, чтобы не повторять наши ошибки. Мы немножко там возглись и теперь мы это хорошо все знаем. Собственно, шаги, каким образом мы загружаем результаты в Alure of Server. Ставим в TeamCity плагин, но это делается один раз. Создаем проект в Alure of Server. Тоже делается один раз и навсегда. Добавляем build-фичу к нашей build-конфигурации. В ней указываем ID проекта, который мы создали и, собственно, путь к нашим Alure Result, о которых многие, если не все, здесь знают. И в итоге, что мы получаем? Просто запустив build-конфигурацию, мы получаем результат. Все. Наши тесты сразу же мы увидим на вкладке Launches запуске, мы увидим наши запущенные тесты. Здесь мы видим и количество и также некоторые параметры, которые мы можем пробросить из TeamCity. Например, это там ID pull request или там какой-то environment, которым мы можем впоследствии фильтровать, каким-то образом группировать результаты. Видели, насколько это все просто можно сделать в сравнении с тем, что мы делали раньше. Затем, что мы хотим иметь все-таки тот самый фичу запуска из Azure сервера, прямо запустить какой-нибудь build TeamCity. Чтобы настроить интеграцию с TeamCity, что нам нужно сделать? Нам нужно всего лишь сойти в настройки Azure сервера, UI бить адрес нашего TeamCity, бить и нажать Submit. Небольшой по скрипту. Видите, как малюр сервер следит до моды и у него, как и у многих, сейчас есть та самая любимая всем Dark Mode. Что значит? Интеграция с Jira настройка делается абсолютно так же. Просто заходим в меню, просто настраиваем, указываем адрес, sync, экспорт, Submit. Все, мы настроили. Видите, просто одним нажатием двух-трех кнопок мы настроили уже интеграцию из TeamCity и с Jira. Что мы получаем в итоге с интеграцией с Jira? Можно, мы можем загрузить конкретный тест-кейс, результаты его загружать при прогоне. Это делается с помощью расстановки стандартной альюровской аннотации Jira issue. Или можем взять launch и прямо в UI альюровсервера указать, выгрузить его в задачу и будет подвиден его результат со ссылками, разумеется, как мы видим. Ну и немножко подробнее о внешнем виде всей этой истории. Я взял реальную жиротаску из реального нашего проекта, немножко зачеркнул о соне репортера, соответственно, все остальное вроде не конфиденшнл. Давайте разберем, смотрите, что у нас есть. Значит, четкое количество тест-кейсов и тест-результатов собственно на них, такой красивый и наглядной области. Далее, все названия автотестов, которые запускались относительно этой таски, фичи или истории, неважно. Тот самый ланч и прямая ссылочка на него в отдельной зоне. Самое главное, конечно же, это статус прохождения. Я взял, конечно, крутую задачу, где все тесты паст, но, как вы понимаете, фейл добивает достаточно часто. Это красиво, это удобно, это видно абсолютно всем участникам команды, соответственно. Небольшое дополнение, даже можно сделать серч собственно по тем автотестам, которые засадены к этой задаче, по каким-то ключевым словам или же почему-то еще. Собственно, предвосвещая некоторый вопрос от вас либо в зуме, либо лично, да-да-да, у тест-трейла тоже есть логин, связанный с жирой, и мы тоже можем видеть тестовые результаты, и мы даже можем добавлять отдельные кейсы из жиры в тест-трейл, но это все из коробки связано с мануальными тест-ранами, и совершенно нам не подходит, потому что у нас исключительно заточка под автоматизацию, а собственно из коробки рейл так совсем не может. Собственно, альтер-сервер, как вы только что видели, может, без особых хитростей настройки, о которых говорил Миша немножко выше. И та информация, которую я вам показал в этой же ритаске, она действительно полезна и прозрачна любому сотруднику любого уровня в компании, и менеджменту, и темледу, и девелоперу, и куэй, и так далее. На самом деле действительно прозрачный и наглядный статус всего тестирования относительно какой-либо стори или же таски задач. Ну, собственно, как я и раньше говорил, нам хотелось плотной интеграции, ну, так, мы пишем много тестов на Java, хотелось плотной интеграции прям дополнения всех возможных полей из кода. Собственно, здесь мы видим, это вот пример теста, как его предлагает Артем, тот же самый делать. Здесь мы видим и стандартные аннотации аннотации G-Unity, стандартные аннотации Allure. Можешь пасть немножко дальше. Ну, собственно, тут же опять возникает Тема и говорит, что у нас еще плагин для IntelliJ IDEA, он действительно очень круто помогает. Мы можем, начиная от маленьких фич, типа, перейти по айтинику прям из кода как по ссылке в Value Server до того, что мы можем выбрать, сгенерировать прямо тестовый метод для конкретного manual кейса, который нам будет уже со шагами, по сути, надо будет написать только немножко кода, а все остальное будет уже прямо как в Value Server написано. Если, собственно, нам не хватает каких-то аннотаций кастомных, по умолчанию, можно сделать какую-то кастомную свою, создаем просто, по сути, класс аннотаций, над ним подставляем такой Label Notation с любым названием и после этого при запуске тестов мы в Allure Server саму настроим, чтобы вот это вот имя каким-то образом маппим с какой-то функциональностью прям в Allure Server. Все просто, все прям в UI. Что же для нас еще такое Allure Server в итоге казалось? Это возможность, очень важная фича, это возможность просмотра истории запуска теста. это делается прямо из, ну, то есть, вот у нас есть тест, как мы видели раньше, у него есть вкладка History, мы видим все запуски, когда он происходил, видим, сколько тест прогонялся, прям перейти параметры, ну, всю историю, которую мы можем, здесь мы будем видеть параметры, которые были из прогона, тот же самый, Adipo request и так далее, и так далее. Это удобно, это прям наглядно и сразу видно. Затем это создание тест-планов. Такая вкладка тест-планы. Давайте, может, немножко дальше. Здесь можно создать тест-план, добавить как автоматические тесты, так и ручные, запустить при этом прямо отсюда из тест-плана тесты в нашем TeamCity, они будут гоняться. в этот момент наши ручные тестировщики будут представлять результаты, потом в итоге мы увидим один большой отсчет со всеми результатами, сегрегированными со всех автоматических MMO дескейлсов. Также это удобные дашборды, которые мы можем видеть, тут мы можем видеть и стандартные, это и количество тестов в зависимости от времени, и там автоматизировано, какие у нас только мену, эти дашборды можно создавать самому, какие мы хотим с помощью фильтров, настроек или самого альер-сервера, просто натыкав по сути себе фильтриков, как мы любим делать в Jira или использовать RQL, который не ездит. Затем множество настроек для проектов, о чем мы говорили, это не перетирание ручных кейсов сабота от рудах мену к а второе это, например, удаление старых результатов. Для многих не секрет, что при написании тех же веб-тестов мы достаточно часто делаем много скриншотов, это все занимает место, это для пассет тестов зачастую нам это вообще не нужно, многие, знают, делали костыли, которые удаляют результаты после прогона, здесь ребята сделали просто настройку глобальную и для проекта по политике удаления, что сильно заботится о месте, то есть это реальная настройка, она работает, она удаляет все, что нам не нужно, есть тут сопутствующий возможно, грубо говоря, мусор, который мы не хотим иметь в тесте. Также вот, собственно, о том, о чем я и говорил при тест-планах, это запуск тестов из-за сервера прямо с настройкой, мы можем указать environment, на котором запускать, и этот environment будет передан прямо в наш CI-CT инструмент. Что, конечно, мы так теперь поем дифирамбу оливерсервера, ну, действительно, нам нравится, он подходит, но какие же, например, есть у нас небольшие минусы, которые мы заметили, продукт развивается, некоторые фичи еще не готовы, причем иногда фичи достаточно очевидные, небольшие, но ребята, возможно, годятся за какими-то крутыми прямо фичами. Если вы что-то увидели, делайте, как мы бежим широко к вам это. Ребята быстро берут в работу задачи и делают, ну, реально, иногда это вопрос недели-двух. Хотелось бы, возможно, еще больше интеграции, например, в уступе об окончании тестов GitHub, Slack, Telegram, то, что мы зачастую делаем сами, кастомизируем каким-то образом. Возможно, хотелось бы это иметь на стороне самого люфт-сервера. Иногда хочется вот той самой кастомизации, которая была в тест-рейле, ну, а нужно ли это вот, правда, иногда, но хочется. Я скажу так, что скоро, скоро, скоро все это скорее всего увидим, потому что ребята идут какими-то не то что семимильными шагами, я не знаю, сколько миль в этих шагах они постоянно двигаются дальше. Друзья, и что же можно ждать в светлом будущем, так сказать, продолжу. Ямишины слова. Да, мы скоро ждем любые менеджерские отчеты по людям, загрузки, подписки и так далее и так далее в красивом UI. Сейчас все это можно сделать на самом деле, но можно сделать через псевдоязык RQL. На самом деле есть это все в описании, есть большой документ насчет RQL, и в принципе в несколькими запросиками мы всю информацию получаем без проблем. безусловно в какое-то ближайшее время мы ждем от команды кометы и непосредственно Темы Ярошенко клаудное решение. Как вы понимаете это очень современно и очень эффективно в нынешнее время и поддержка, и базы, и бэкапы и так далее, и так далее все это уходит на машину собственно которая закреплена за кометой. И вам меньше поддерживать, и комете хорошо, и собственно всем сторонам здесь хорошо, что уж говорить. Миша уже об этом говорил, еще больше интеграции с кучей разных инструментов безусловно. И в нынешнее время разбор полетов кроме как по Алюру, а еще и по Алюрсерверу все можно увидеть в чате Телеграм. Я думаю, что многие из вас уже подписаны, запускали какие-либо треды там, но все же решил эту информацию здесь указать. Наш бы доклад был бы не полон, если бы я не завершил его все-таки каким-то сравнением Тестрейла и Алюрсервера, а то действительно мы поем Тефирамбы, собственно, стало уже понятно, где Алюрсервер проще и эффективнее настраивается, но честно, Тестрейл как был хорошим инструментом, так и остается на самом деле, но просто не для наших задач. Когда Тестрейл хорош? Конечно же, когда у вас больше мэнэлл Куа и мэнэлл есть такая картиночка, как вы видите, я ее разделил и разрезал, на самом деле она в дефолтовом варианте слитая. И, собственно, все, что касается мэнэлл, я как раз таки переместил к Тестрейлу. Все, что касается авто и так далее, это, конечно же, Алюрсервер. Если вы планируете внедрять кучу автоматизаций или у вас уже есть много автоматизаций и рейл не очень справляется, а может быть и не рейл, а другой инструмент, то, конечно же, Алюрсервер это про вас 100%. Тестрейл вы не очень зависите от релизного процесса, либо с ICD, либо, может быть, устаревший водопад, или что-то еще, абсолютно неважно. Собственно, пишутся кейсы, хранятся в рейле, запускаются тестраны на релизы. Все отлично и замечательно. При нашем процессе, а это мощность ICD, и я повторюсь, у нас бывает 20-25, а то и больше релизов в день по разным фичам, безусловно, здесь тестрейл на мне подходит, и как раз-таки Алюрсервер решает наши проблемы. А может, решите вашу, если вы захотите. Если вам интеграции с инструментами не очень важны, конечно же, тестрейл один из лучших на рынке, что уж говорить. Если же выходите в одном инструменте и видеть сразу и ланчи, и джира, и тот же Алюрсервер, безусловно, то это, конечно же, Алюрсервер. Собственно, совсем немного, парочку скринов нашей текущей истории. Мы полностью переехали со всеми нашими тестами и менуал, и авто в Алюрсервер. У нас везде настроены в каждом проекте красивые дашборды. Все тесты отлично, красиво выглядят как и менуал, так и авто. Прекрасный UI на самом-то деле, очень удобный. Опять же, к любому проекту любой дашборд, любые ланчи, собственно, все запускается, прогоняется. И то самое сердечко, о котором я говорил в самом начале относительно тест-трейла, оно в нашем случае перетекло на сторону Алюрсервера. В общем, спасибо всем большое за внимание. Теперь мы ждем ваших вопросов, с удовольствием подискутируем, ответим, если что сможем, посоветуем. Спасибо вам! Да, ребят, спасибо большое за доклад. Спасибо большое, круто, круто. Отлично. Спасибо большое. Так, друзья, мы готовы вас слушать и просим, давайте поактивнее, может, кому-то что-то очень... В чате написали только про боты злые и лучшие хуки, ну да, я про это и говорил, что хотелось бы хуков тем самым в GitHub или каких-то хуков там, можно было самому это интегрировать, но может быть ребята сами сделают и хуки и что-то, что эти хуки потом обрабатывают и посылают. Я про это примерно примерно об этом и говорю. Спасибо. Я на самом деле еще вспомнил историю, я делал же доклад в Nexine сколько, полгода тому назад, да, Тань, по-моему? Да, около полугода. Сейчас по вопросу вернемся. И как раз таки в моем докладе насчет построения команды и процесса я тогда впервые упомянул слово Allure Server. Мы тогда с Мишей как раз таки находились на этапе такого масштабного внедрения во все наши проекты. И вот через полгода снова вспомнили уже полностью готовое, так сказать, решение. Там есть вопросик опять в чат, смотрю, есть ли готовая интеграция с Jenkins? Да, она есть, она абсолютно такая же, как с TeamCity, все красивенько, быстро и точно так же это сделано. Там просто эти рисуночки все только в Jenkins-стайле. Все готово. Также есть интеграция с BitLab в недавно в одном проекте настраивающихся. Все готово и оно развивается и делает столько удобно. Ребят, привет, а можно голосом вопрос? Да, Да, если что, голосом спрашивайте, все отлично. Ребят, смотрите, вы показали, что у вас настроена интеграция с Jira и у вас на одном слайде была интеграция с репозиторием каким-то. Ну, было сказано про ID pull request. Вот, скажите, для того, чтобы в Jira и ваши репозитории, я не знаю, GitLab проявились результаты. устанавливали дополнительные плагины? Или это каким образом было сделано? В Jira ставится плагин, в TeamCity ставится плагин, все делается через плагин. А ID pull request вы откуда забирали? Из метаинформации TeamCity? Из метаинформации TeamCity. По-настоящему в валюр сервер при запуске поступают все инвариант переменные. Может, в параметрах подать инвариант переменные, а затем в настройках проекта или валюр сервера самому указать там есть раздел environment и там указать название переменной, которое ты получишь от TeamCity или Jenkins и, собственно, спойлинг, которым ее нужно. Ну, то есть вы не интегрировали с репозиторием, вы просто брали получается с TeamCity всю информацию и... Да, с TeamCity берем информацию, да, все. А в TeamCity у нас уже все есть. Ну, окей, понял. А еще вопрос... Так, вот вы показывали, что у вас Allure Server работает на разных проектах, к каждому проекту там свои тесты, а у вас есть тесты, которые между проектами? Интеграционные какие-то? Ну, да, вот, например, два проекта, между ними есть какие-то кросс-тесты, вы как-то пытаетесь с ними работать? Наверное, имеется в виду, что при запуске тестов некоторые тесты, да, они могут находиться в разных проектах, все опирается в, так называемый, Allure ID, ну, это ID-test-кейс. Мы можем в коде расставить все эти Allure ID и вот этот лаунч, который запустился, ему все равно, в каком проекте хранится тоже или иной кейс, он запишет их, ну, в нужный проект результат по тому самому Allure ID. Даже, по-моему, если он не найдет, если мы не укажем Allure ID, то он будет искать, ну, там, в случае Java, это full name, класс с пакетами и именами. Это не, лаунч не привязан никакому проекту на приводе. Он будет сгружать, но, если он найдет, ну, я понял, понял, спасибо. Ну, да. Угу, спасибо. Мы просто у себя тоже его сейчас внедряем, поэтому вопросы не скажем. Да, Спасибо, Юр. Если что, пиши, обращайся, по уже пройденному пути сможем что-либо посоветовать. Ну, да, перезапись я подумаю в эту сторону, что очень важно забыть про это. Да, мы немножко, Миша вот рассказал, на самом-то деле, мы действительно не так давно на этом обожглись и потеряли энное количество наших менуэлл-хейсов. У нас был, по сути, бэкап есть, можно восстановить. Ну, да, конечно, мы их восстановим, все хорошо, но такая история была. Так, Саша Захаров, хороший доклад, есть, кейс-пикеры интересные. Спасибо, Саня. Спасибо большое тебе за поддержку. Так, друзья, еще какие-либо вопросы, либо процессного характера, либо, может быть, за жизнь что-нибудь хотите спросить. Welcome. Да, ребят, привет. У меня один вопрос. Да, привет, привет. Спасибо за доклад. Короче, мне интересно процесс, как вы его внедряли, то есть, как у вас выглядел процесс до внедрения Allure сервера и как он изменился после внедрения, потому что то, что вы писали тест-кейсы в тест-трейл на каждый метод бэка, очевидно, вы писали это не по своему желанию, то есть, у вас был какой-то формализованный процесс, а потом, когда вы начали стрелять лазером по всяким форточкам, очевидно, вам, вы как-то изменили процесс, убедили руководство, чтобы как-то это по-другому все происходило, или у вас ничего не изменялось и просто эти кейсы стали автоматом возникать в репорте? Алексей, я тебя понял, наверное, даже я отвечу здесь. Значит, в определенный момент в нашем тест-трейл, вот просто-напросто перестал работать. Собственно, что ждут от ТМС? И мы, и наш менеджмент, какое-то высшее руководство, SEO-компания, неважно, они хотят куда-то зайти, увидеть прозрачную информацию, всю, в одном месте, чтобы не бегать откуда-то, куда-то, там, из репорта, в кейсы, еще куда-то, и так далее. Они хотят видеть, собственно, один линк, одно место, где все ясно и понятно, значит, такое-то количество кейсов, столько-то прогонов, ну и так далее. Мы не писали там все кейсы на бэк все же в тест-трейл, потому что в один момент действительно стало очевидно, что это, так сказать, работа в никуда и тратится очень много времени. И мы попросту даже на тест-трейл и забили в один момент. Мы перестали даже в него смотреть, его использовать, да и тест-раны там как-то не особо было запустить. И предоставляли информацию, соответственно, к высшему руководству другими уже средствами и методами. А хотелось все-таки предоставлять эту информацию из одного места. И чтобы мы там жили, и чтобы другим людям тоже было приятно зайти и это увидеть. И, собственно, наш процесс как таковой, он не очень-то поменялся, если честно. То есть наш процесс упростился с приходом Allure-сервера, он стал проще. Потому что не надо лишние копипасты, не надо лишние хуки или настройки и так далее. Пишется автотест, собственно... Ну да, в данном случае видели, там написали автотест, написали у него ID задачи, и все, у нас результат задачи попал в задачу. Прозрачность повышается и упрощается просто, ну, сама вот понимание того, что в данный момент происходит с той или иной фичей. Мы же все прекрасно понимаем на самом деле, что, в принципе, инструмент можно любой использовать, хоть, там, не знаю, самописный какой-нибудь там хукчик, который будет отстукивать результаты, ну, не знаю, и скидывать тебе на почту. Ну, и все хорошо. Вроде результаты есть, вроде там 20-100 тысяч тестов прошло и что-то, ну, что-то есть. но на большом, так сказать, процессном уровне это, конечно же, не очень хорошо, потому что когда-нибудь придет, собственно, не знаю, новый SEO-компания, который вот недавно стал, да, и спросит, ребят, я хочу увидеть, я хочу понять, что с кейсами, где все это, где запускается, где я могу посмотреть прозрачный статус. Ну, это, 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 ответ на твой вопрос, как мне кажется, если. Да, да, спасибо, спасибо. Два вопроса сейчас я видел в чате, я могу, в принципе, наверное, ответить на оба. Первый, напомните, на чем у вас автоматизация, на чем ты, если пишешь. У нас все в основном на Java, но есть один проект на Python, такой, связанный с RNA. В общем, в принципе, с точки зрения, если вы думаете, наверное, есть ли какая-то завязка на язык, нет. если вы, опять же, как сказал, если у вас есть Allure Отчет, значит, у вас есть интеграция. Allure Отчет можно сделать из многих языков сейчас. И второй вопрос, он такой, поинтереснее, как долго переносили ручные кейсницы из TestTrail в Allure CRM. Мы вначале на сайт нашего доклада, у нас есть без участия Артема Айрасенко, но под его присмотром. Да, признаюсь, здесь мы немножко попросили его помощи. Мы сделали это через API TestTrail, чтобы просто не потерять, через API Allure сервера, чтобы просто не потерять это. Хотя, по-настоящему, мы делали это, честно говоря, мы это делали год назад, потому что тогда про Allure сервер слышали там, ну, не так уж и многие. Мы были одними из тех, кто первопроход своего Allure сервера. Сейчас там уже и появились вкладки тест-менеджерной системы, можно каким-то образом загрузить, то есть это и, насколько я знаю, по разговорам с Артемом, они хотят вот именно переход тест-трейла и люфт-сервера проходить прямо чуть ли не до однокнопочного решения. И они в этом, это их приоритетная задача, насколько я понимаю. И они занимаются этим постоянно. То есть, опять же, они же могут помочь в случае чего все это сделать. Мы делали через API, это заняло буквально там вызов одного метода, то есть выгружаешь тест-кейсы собственно делал это я и это все сделать просто. Ребята, ответили на вопросы? Я думаю, что да. Да, наверное. Так, еще что-нибудь? Может, у кого-то возникли какие-либо вопросы? Можно еще парочку? Да, Юр, конечно. А перво-технически, то есть у вас БД-шка где крутится? на виртуалке или вы железку используете? У нас железка. Позгаря, да? Позгаря, да. Ну, просто потому, что там достаточно большие объемы. Ну, у нас как раз вот идея есть сейчас уйти просто к ним в клауд, попробовать это, так сказать, решение, чтобы сами не заниматься не машинами, ничем. Окей. А attach где хранить? Что вы говорите? Attach. Ну, attachments. Честно сказать, я не знаю, где самолет в серверах хранит. Ну, мы просто для attach специально S3 подключали, то есть, для того, чтобы хранить. На виртуалках у нас просто места не хватило, поэтому было интересно, где attach хранить. у нас там дополнительные стоят диски, по-моему, они подключены. просто на дисках, да? Да, да, это все, мы стараемся все-таки как раз слизить за очисткой этого всего дела регулярно. Ну, как бы, какое-то время было, помню, что немножко место у Василия хранил все оттачи. Окей, а еще вопрос, вот Вы про отчетность для топ-менеджмента, тест-менеджмента, Вы им каким образом эту отчетность предоставляете? То есть, просто ссылка на тест-кейсы, на ланчи, или Вы как-то API используете и дальше это на своей стороне собираете? А, в смысле, какой отчет конкретно? То есть, их же много насчет. Чего сейчас? Ну, то есть, там человек заходит такой, который не сильно понимает в процессе, но ему хочется посмотреть, что был зеленый quality gate, там из 100 тысяч тестов прошло все 100 тысяч, или там, если не прошло 100 тысяч, там прошло 99. Окей, да. На самом деле у нас есть общий пользователь. Да. Ну, просто сам формат интересен. Есть несколько замечаний. Значит, первое, первое, количество участников в Allure-сервере как-то правильно ограничено. В общем, надо купить определенное количество лицензий и, собственно, одну сделать общую для, собственно, того самого руководства или там какого-либо менеджера. Да, сейчас это просто ссылка и все. На самом деле ничего более. Либо ссылка на конкретный какой-то прогон или что происходит на количество тестов, на дашборд, еще куда-то. И этой информации зачастую хватает, потому что в самые дебри, скажем честно, никакой SEO не полезет. Это правда. А если он видит, что по всем направлениям, во всех командах внедрен один и тот же инструмент, каждый проект собственно укомплектован в определенном месте, для каждого проекта есть определенный набор ланчей, и собственно у каждого ланча есть какие-либо результаты, есть жира, собственно все это синтегрировано, то и вопросы отпадут, как мне кажется. Я считаю достаточно высокий топ-менеджмент, он больше в основном есть в жире парочку результатов, он уже будет понимать, что инструмент работает. Ну окей, все, спасибо. Так, опять же пару вопросов с чатом, нет ли у нас требований по хранению артефактов в течение X лет всего, что зашло до правды, видимо. Нет, у нас требований нет, но в принципе все зависит от мощности машины, все хранится, что те самые политики можно настроить, и оно собственно будет храниться. Храниться, 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 да. И второе, а там красное в зеленое можно перекратить случай, необходимо. Вообще есть там такой функционал и там retry можно сделать автоматически. Тему, по-моему, на последнем на Дума с каким-то демо показывал, каким образом прям retry накрепного теста происходит. А во-вторых, ну, там есть, там можно типа manual пройти тест-кейс, и как вот собственно в чате человек с коллегой замечает, можно, но не нужно. Согласен, да. В принципе, можно ли вырезать то, что не доползло, наоборот, и не хранит. Честно говоря, так, насколько даже не скажу, по-моему, там политики прям настраиваются достаточно просто. Ну, тут надо думать. Возможно, как бы что-то есть, какие-то дополнительные настройки, которых мы просто, честно говоря, я даже не знаю. Отлично. Так, ребят, еще раз, и уже по традиции, Юра, у тебя остались, может, какие-нибудь еще вопросы? Да нет, пока нет вопросов. Спасибо. Окей, спасибо тебе. Ну, что ж, я... Если нет вопросов, да, можно. Да, я думаю, что можно завершать. Всем спасибо за интересный вопрос. Вася, еще можно вопросик? Дэн, привет. Привет, да. Рад тебя слышать. Спасибо за доклад. Вопрос такой. У нас еще Allure сервер сам непосредственно не используется, но мы Allure репортами частенько балуемся. Вопрос, не приходилось ли каким-то образом экспортировать конкретный отчет в какой-либо удобоваримый вид, кроме ЦСВ? Экспортировать отчет в удобоваримый вид. Ну, то есть, если нет возможности линкой поделиться, а его надо как-то показать. Понятно, то есть, просто какую-то выгрузку тестовых результатов или какой-то отчет, скажем, по людям или что-то такое? Не-не-не, скорее по прогону. По прогону. Есть какие-то, сейчас я говорю, прогонов, есть возможность его экспорт то PDF и экспорт то CSV. Экспорт CSV, я даже, кстати, кнопочки. Да, я помню, я баловался и действительно что-то получается. Просто нам это не нужно, Дэн, но в принципе там действительно есть такая кнопка Миша прав, ты можешь попробовать просто сделать экспорт и посмотреть, что получится. Ну да, CSV-то мы видели, я имею в виду именно, чтобы было по красоте, так сказать. CSV-то надо как-то обрабатывать или там Excel-ка или еще что-то. Ну PDF точно красивее, окей. Окей, посмотрим на PDF. Ладно, спасибо. Я еще отмечу такую штуку, что вопрос хороший и действительно может кому-нибудь быть полезным, это правда. Если там, допустим, малюр сервером пользуетесь только вы и кому-то надо что-то выгружать, кому-то что-то, не знаю, отправлять на почту, предоставлять и так далее, можно написать, вот Миша же давал ссылочку в презентации, да, это «Жир и комета». На самом деле туда просто можно написать какую-нибудь идею, кроме бага, да, или что-либо предложить, возможно, написать, что вот мне нужна такая-то выгрузка и она нужна, возможно, даже не только мне, а еще десятку компаний, да, вот. И в этом случае Артем и команда, они 100% рассмотрят эту задачу, ну и уже сконтактируют, возможно, по срокам, вот, может быть, откажут, может, не откажут, тоже интересное такое действие, по идее. Окей, спасибо, в принципе, можно, да, выйти на контакт. Да, да, конечно, ребята отвечают, общаются, и они же прекрасно понимают, что этот продукт, Alure Server, он сейчас, ну, скажем честно, он очень сильно взлетел. Да, он не используется во многих компаниях, он используется у нас, я знаю, во Врайке, ну, еще три компании, но даже, в принципе, суть не в этом, а суть в том, что для автоматизации, если вы активно юзаете автоматизацию, вот таких простых и крутых аналогов их просто нету. Ну, вот нету, и все, чтобы так быстро и эффективно можно было настроить. Test Rail можно настроить, но ты убьешь, ну, действительно, долгое время с этими JS-ками и потом что-то явно отвалится. Ну, как мне кажется. Ну, вот. Окей, спасибо. Пожалуйста. На все вопросы удалось ответить. Друзья, спасибо огромное. Нет, еще. Саня, здесь как раз Денис пишет, что, как бы, да, в PDF, Денис, выгружай, Дэн отвечает Дэну, все отлично. В общем, выгрузай PDF и будет тебе счастье. Test Rail проверено годами. Слоган. Мы тоже проверили. Я ни в коем случае не принижаю достоинства Test Rail, потому что сам многое в былом им пользовался, и для многих он действительно востребован, и вряд ли нужно внедрять Allure Server просто так, чтобы хранить там мануэл тест-кейсы. Это точно не надо. Честно говоря, вот так, ну, подводя вот немножко в итоге, что если кому-то хочется попробовать, можете написать прям ребятам на сайте Куамета, вам дадут демо на там месяц, по-моему, бесплатно, попробуйте, интегрируйте, ну, как бы, это все. Посмотрите, как это будет в вашем процессе работать. Подойдет? Ну, почему бы нет? Репорт-портал. Репорт-портал. Ну, окей. Следующий вопрос. Александр, без обид, я, мне, мне лично, лично, сугубо мне, репорт-портал не очень нравится. И это, я думаю, как раз-таки, возможно, спич, не знаю, для другого, тот, про который нельзя говорить. Да-да-да, собственно, ну, окей. Репорт-портал, он есть и есть. Ладно, хорошо. Ну, то есть вы его не использовали. Ну, я его видел, и я знаю, что он из себя представляет. Если честно, мне он не нравится, ну, и все. Это лично мое мнение. Ну, понятно, хорошо. Там же ребята просто ушли в глубокий ресерч, переезды на другую базу, и вроде перестали фишки клипать. Ну, во всяком случае, в опенсорсе была такая штука. Мы на него тоже смотрели. так, друзья, слушайте, на самом деле мы уже закончили. Я действительно передаю слово Тане. Все, всем спасибо, Таня Рули. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Миша, спасибо за...